Сейчас мы с вами помолимся и начнем. И жизнь известны, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю. И жизнь известны, и очистены, и всякие скверны, и спасти блажен души наши. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна. Охожая моя, великая слава, Твое достояние на земле петло. Славься, Отечество наше свободное! Славься, страна, мы гордимся тобой! Ну и так, мы с вашей помощью открываем новый проект под названием «Отдельный дивизион». Ну, для начала изъясняем название. Почему «Отдельный»? Потому что церковь отделена от государств. «Отдельный дивизион»? А почему «Дивизион»? Потому что вот мои соратники все старались, чтобы это была дивизия. Ну, вообще, тех, кто смотрит наш мультиблок, там наберется не на одну дивизию, а по нашему подсчету на две с половиной. Но дело в том, что по табеле рангов Российской империи я, как протеерей, являюсь всего лишь полковником. Вот, поэтому, если бы я был, ну, по крайней мере, епископ, что при равнице генерал-лейтенанту, ну, тогда бы можно было назвать «Дивизия». И еще второе сопровождение, объяснение – это скромность. Мы люди скромные, поэтому… И задачи у нас очень скромные. Вот это первое. Второе. Как возникла эта идея? Начну очень издалека. Когда-то очень давно, когда только-только на телевидении появились первые попы. Возникла такая передача, если мне память не изменять, на Первом канале. И появилась, я не помню, как эта передача называлась, но она стояла из проповеди. И первую проповедь прочел преснопамятный, убиенный отец Александр Минь. Вот. И все смотрели эту передачу, а потом пригласили меня. Я тоже согласился. Но помню, мы сделали даже, ну не то, что несколько дублей, но некоторые куски приходилось переписывать. И потом вот из трех этих кусков составили одну. И это было очень мучительно. В чем мучение? Мучение состоит в том, чтобы говорить проповедь просто в зрачок кинокамеры совершенно невозможно, совершенно другой жанр. Нужно обязательно видеть человека, которому ты говоришь. Поэтому довольно трудно, вот когда приходится вести передачу блог-пост и отец Александр по каким-то делам меня оставляет, довольно трудно. Потому что очень важно видеть человека, с кем ты говоришь. и поэтому с самого начала, как только мы открыли этот проект мультиблога, мне очень захотелось, ну не всех, но хотя бы какую-то часть из вас увидеть. За 30 лет, что я выступаю в этом жанре, я научился как-то одновременно видеть сразу несколько сотен людей. Мне это не трудно. Вот, поверите, нет, но я вижу каждого из вас. И это тоже как-то очень важно вообще для дальнейшей деятельности. Это вот, вы уж извините, что вас так далеко притащили, но вот это была для меня главная такая, ну можно сказать, психологическая задача вас увидеть. Это тоже получилось, за это вам очень благодарен, низко кланяюсь за предпринятые труды. Я бы, наверное, так не смог. То, что сделали вы, я восхищу. Это, конечно, по нашим временам таким расслабленным это все-таки подвиг. Вот. Ну и теперь, как заметил один из наших блогеров, что вот подъем интереса, что отражается в комментариях, больше всего вызывает ну, всякие такие вещи, которые относят к области политики. Вот. Но, конечно, то, что происходит в этом мире, в котором мы именно политикой, это все отражается на нас, это все как-то влияет и смещает наше представление о мире, политики, но как-то сложилось в моей жизни издавна, что как-то вот непосредственно вот то, что связано с политикой, для меня представляется вещью такой, ну, как-то очень плоской и мало интереса. Вот. Поэтому, несмотря на то, что вот как-то это всеобщий интерес подогревает, все-таки мне бы не хотелось, чтобы наша деятельность носила какой-то политический характер. Но, один человек, я забыл кто, сказал, что если дело касается миллионов, это уже политика. если угодно, то кто-то из вас мне может, кто помоложе, напомнить. Когда-то я знал множество имен, сейчас уже больше половины забыл. Но это не важно, сама суть. Вот. Поэтому, то дело, которое мне представляется самым важным, это потрудиться для того, чтобы наша русская семья, она получила, ну вот, если не импульс в своем каком-то таком развитии, ну, чтобы вернуться на сто лет назад, когда каждая семья имела в среднем семь-восемь детей. Каждая. Это, ну, конечно, были и бездетные, но были и тех, у кого было детей по двадцать пять. Вот. У меня один наш блогер поправил, что я как-то сказал, что там Менделеев родился в семье, где было там двадцать детей. Он, по-моему, написал мне, что нет, было девятнадцать. В общем, это уже детали, но говорит о том, что вот если у родителей ограничили себя в рождении детей, как это сейчас принято, не было бы Менделеева или бы он родился где-нибудь в Австралии или в Дании, что совсем неплохо, но все-таки Дмитрий Иванович для и российской именно науки очень много сделал. В частности, даже для статистики. Вот. Хотя был человек совершенно расцерковленный с точки зрения такой православной весьма противный, надо сказать. Вот. Но, тем не менее, все равно является нашим таким народным достоянием. Вот. Поэтому меня я вот долго так вот с одной стороны, конечно, я мог сказать, о, спасибо, приехали, кашки поели, всех вас повидал, главная задача выполнена. Вот. Но, потом родилась идея и еще тут произошло одно чудо. Мы выбирали день для этого общения и смотрели календарь. И 12-го числа я традиционно уже 20 лет ухожу в отпуск. Петра и Павла отслужу и в отпуск. смотрю, какое ближайшее воскресенье? 8-го. Ну, 8-го подходит, подходит. Вот. И оказалось, что день Петра и Февронии. И я воспринял это уже как благословение Божие. И очень серьезно мы стали к этому готовиться. И вот во что вылилась вот эта главная идея. Потому что, как показало, вот, я обращался к вам по поводу девиантных школ. Хотя многим пришли такие отписки, что нет, ничего вроде не происходит. Они благополучно продолжают закрываться. То есть, даже в наши детские дома приходят, так сказать, оттуда педагоги и говорят, нет ли у вас какой работы. Вот. Поэтому, наше родное государство, оно поступает, согласно басни Ивана Андреевича Крылова, Васька слушает, да ест. Мы на это не можем повлиять. Чтобы заставить изменить принятое решение, один гражданин вычислил, нужно на улице выгнать 250 тысяч народу. И эти люди должны идти с такой решимостью, чтобы ОМОН отступил. Вот после этого решение будет отменено. Заниматься такими вещами, ну, сами понимаете, риск для жизни. Я бы хотел еще лет 35 пожить. К вашему и моему удовольствию. Вот. Поэтому идти таким путем смысла нет. Гораздо лучше и есть к тому уже опыт некоторым образом менять сознание. Вот. Когда-то 20 лет назад мы с отцом Максимом начали проект. К сожалению, он не смог сегодня приехать. По семейным обстоятельствам. вот. Ну, у него семь детей, и он выехал в деревню, и там не смог оттуда выехать. Не знаю, может быть, дети заболели. Ну, у него еще отец старик, там же. Вот. Поэтому трудно. А так у него был даже доклад. Поэтому мы начали проект, который именовался медико-просветитель Центр Жизни. И вот лет за 15, не имея ни копейки денег в кармане на это, создали сеть целую в 100 с лишним филиалов по всему СНГ. И теперь, в общем, в России нет такого человека, который не знал бы, что аборт это убийство. Удалось оповестить. Сотни радиопередач, десятки телевизионных, огромное количество соратников, которые даже не знают, кто это все начинал. Ну, вот, за такой исторически небольшой срок очень многое удалось сделать. А те люди, которые занимаются, ну, всякими пикетами, это бесполезно. Стоит пикет, не стоит пикет во всех странах. Даже в Америке там какое-то количество врачей, производящих аборты, просто убили. Вот, так сказать, фанатики проловистского движения. Ну, от этого вообще ничего не изменилось. Количество абортов не снизилось ни на один процент. Вот. А у нас, в стране, очень серьезно снизилось. Просто на порядок. Это значительно. Это благодаря изменению сознания. Вот. Просто оповещению. Хотя мы разные формы использовали, начиная, ну, конечно, с проповеди, потом листовки, кинофильмы, лекции, в частности, в школах среди старшеклассников, в десятках школ Москвы, была целая группа у нас лекторов, и каждый, кто изъявлял желание трудиться в этом направлении, мы давали ему готовую лекцию, давали материал, он это все выучил, и запускался на орбиту, и все. Ну, когда у нас появился небольшой спонсор, мы вообще все метро заклеили такими плакатиками аборт узаконного убийства. Почти в каждом вагоне, и кто москвич, они видели это, не могли не видеть. Вот это дело наших рук. Такое хулиганство. Ну, вот. И вот такая была акция. Вот это единственное, что потребовал денег, а остальное исключительно на энтузиазме. Вот. Поэтому, открывая наш проект, я тоже верю, что в той или иной степени он поможет нейтрализовать то нападение извне в виде того указа, который подписал глубоко любимый нами Владимир Владимирович Путин с подачи менее любимой, но не менее прекрасной Валентина Ивановна Матвиенко. Ну, конечно, не она сама писала, кроме подписи, вряд ли она что-то пишет, но там специальные люди за серьезные деньги это готовят, потому что этот указ по поводу стратегии защиты детства и в преамбуле и в преамбуле там все написано, готовится ясно не в России, и ясно, что это спонсируется теми организациями, которые теперь у нас в стране по закону принятые думы будут называться иностранными агентами, их официальное название. Вот, и там все зловредные технологии, о которых нам еще расскажет Алексей Комов, он вошел в эту тему, является послом в ООН от Конгресса семей всемирного, вот, и как этому противостоять, потому что устраивать демонстрации, пикеты, писать письма неэффективно, напрасно отрабатывать. Что же эффективно? А эффективно вот что, так как, ну вот, всегда волки и другие хищные животные, когда нападают на стадо, они не выбирают вожака. это люди, такие умные, и бьют по штабам, когда ведут военные действия, а они нет, они выбирают самых слабых. Вот, и вот эти люди, они выбирают социально слабые семьи, для того, чтобы их разрушить. Один член Академии наук, наш прихожай, мне рассказал случай, который у них был в деревне, где он отдыхает, в Тверской губернии, пришли к непьющей семье комиссия, и под предлогом, что у них прохудилась крыша, отняли у них троих детей. Вот. мы можем вот в тех городах, где мы с вами живем, создать такие группы по районам, которые бы вошли в контакт с органами опеки. как от общественности. Потому что такой есть человек, забыл его имя, отчество, по фамилии Альтшуллер, член общественной палаты, он предложил, чтобы это, эту работу по общественному контролю за этими семьями, вели бы общественную организацию. И мы можем такую общественную организацию создать. Пусть пока не полный охват будет России, а именно там, где мы живем. И для этого нужно всего два человека. Я уже начал создавать такую организацию у нас в Москве. Москва, как вы знаете, поделена на 10 префектур. Это практически целый город. В каждом из них по 350-500 тысяч жителей. Вот. А сейчас в связи с увеличением Москвы в два с половиной раза это еще расширится. Вот. И пришел в опеку и начальнику опеки сказал, что есть такая идея. Она говорит, мы целиком поддерживаем. Я говорю, дайте нам список этих семей, которые социально нестабильны. Может быть, там есть пьющие люди, наркоманы или многодетные. И мы будем их опекать. и у меня есть опыт, как года четыре назад ко мне обратились, даже забыл, кто сказали, что недалеко, так под Москвой, километрах в восьмидесяти есть семья, которая просто погибает. Мы стали этой семье помогать. И в результате эта семья выправилась. хотя там ситуация очень тяжелая. Вот. Папа был такой, ну, уже депрессивный человек. Вот. И даже иногда попивал. А мама просто психически больна. Вот. И у них шесть детей. Вот. И оказалось совсем нетрудно им помочь. И мы папу устроили на работу. И стали помогать им. Да, еще дочка была больна лейкемией. То есть, вот, при такой ситуации, конечно, государство обычно, ну, вот, как пираньи накидываются на такую семью, ее добивают. Вот. небольшая помощь при покупке учебников, ранцев, одежды, обуви, и даже еды. и несколько, может быть, десять раз возили девочку на автомобиле вот оттуда в наш институт гематологии, который рядом с нашим храмом. Девочка даже поправилась. Вот. И та терапия, которая ей была нужна, она оказалась успешной. У нас прекрасный институт, замечательные доктора. И вот если мы в том месте, где живем, организуем вот такие группы из двух человек, потому что все органы опеки, они тоже по районному принципу созданы. И вот создать такие организации, и мы через современные цифровые средства связи будем общаться, мы сможем очень много сделать. Не дадим этим семьям погибнуть, а наоборот их укрепим. Вот. И там вырастут дети, которые не попадут в дальнейшем в казенные учреждения, а значит окажутся не в тюрьме. Я десять лет занимался тюрьмами, и в общем в первый год после окончания детского дома 40% детей сразу попадают в тюрьму. На следующий год еще 10%, на следующий год еще 10%, на следующий год еще 10% и на следующий день еще 10%, 90%. А 10% социализируется. А если семье помогать, и если в этих группах будет еще хотя бы один человек юрист, то можно суметь очень здорово противостоять вот этой тенденции по разрушению и как деятельность это начнет развиваться, люди сразу узнают, там можно сделать и телефон доверия и так далее и так далее, это можно деятельность сколько угодно расшалять и вот такая деятельность я считаю, что она будет очень эффективна потому что на самом деле среди наших чиновников особенно нижнего звена вполне нормальные вполне бедные и мало обеспеченные люди которые, ну конечно, перед страхом перед начальством готовы выполнять многое, что даже против их совести но когда они видят есть некоторое общественное такое движение, они стараются на него опираться вот если мы с ними найдем контакт без конфронтации то будет очень эффективная деятельность и я в это не только верю а есть просто реальный, конкретный опыт теперь я не имею намерения создавать некий центр его возглавлять и заниматься вот этой административной действией нет моя роль я так давно осознал а потом у меня и сил нет я возглавляю синодальный отдел нашей церкви по взаимодействию с силовыми структурами являюсь членом высшего церковного совета помимо приходской деятельности поэтому у меня дел гораздо больше чем может вынести один человек выходных у меня даже не бывает поэтому мое дело создавать идею а уж каждый из вас вы можете здесь определиться у нас здесь люди из разных стран начиная от Белоруссии там кончая Великобритании там Голландии и приехали там у меня даже список есть вот и кончая разными регионами России до Забайкалия приехали вот так что придумайте алгоритм как найти друг друга познакомьтесь друг с другом и конечно мы только малая часть наших блогеров но по крайней мере это все люди которые вот ну сочувствуют тому что вы просто самые отважные вот что приехали но и много москвичей и мы начнем с нашей северной префектуры я начал с одной управы с Савеловского округа не Савеловска а Темиренецка а вообще наш приход он в трех управах мы начнем с них создадим такие группки вот эту часть я могу как-то курировать вовсе могу сказать союзным потому что СНГ это все таки существует в масштабе либо среди вас какой-то лидер выявится вот но я не отказываюсь от такой роли являться таким штабом который генерирует идеи но вот такая техническая работа просто не под силу потому что ну большой масштаб а вот все все остальное можем вас оповещать опять же если будет обратная связь поэтому если вы будете какие-то свои ну если можно так выразиться отчеты нам поставлять особенно с фотографиями то мы будем этого способствовать но лучше бы чтобы каждый регион имел свой сайт своего сотрудника и если хотите можете регистрироваться но тот центр жизни который мы с отцом Максимом основали он никогда даже не имел юридического лица а наши противники думали что нам миллионы долларов дают мировые пролайфисты думали что мы сидим на американских деньгах и поэтому у нас так все хорошо получается нет просто еще пока в россии достаточно нормальных людей и вот на этой нормальности мы и вели наш бизнес вот это то что касается той идеи которую я предлагаю вам для осмысления и предлагаю этим заняться потому что это действительно принесет реальную пользу потому что политически мы вряд ли сумеем даже просто отменить этот указ президента вот а так вообще-то потом в дальнейшем если эта организация ну каким-то укрепиться можно заниматься и законодательными инициативами мониторингом законов и лоббированием в думе потому что ну у каждого региона есть свой депутат потом там много среди депутатского корпуса верующих православных и даже в известной степени воцерковленных людей на них тоже можно опираться и так далее можно очень много чего сделать вот ну вот что я хотел сказать ну и нам приходили разные письма тоже от вас и мы даже решили откликаться на них и некоторые из наших адресатов даже решили вам представить то что очень интересные сообщения вот ну а теперь я прошу после себя выступить всеволода бичурина который руководитель интернет проектов фонда семьи и демографии и также он является генеральным директором мультимедийного издательства дионика вот и тот кто видел когда-нибудь диски с изданием моих проповедей это как раз вот это издательство и издает поэтому Всеволод Рюльевич пожалуйста расскажите хотели нам сообщить проповедь накопилась уже на несколько лет непрерывного звучания даже с самого начала когда меня поставили священники я поставил себе такое условие что ни одно богослужение не проходило без проповеди то что в наше время когда мы начинали тридцать там с небольшим лет назад это это как говорил незабвенный деятель отечественной истории и это был нонсенс вот вот дорогие братья и сестры ну после батюшки выступать вы сами понимаете это сухо пресно и невыразительно так что я заранее прошу я еще сплясать могу да он еще и сплясать обещает каждый раз на влоге но пока еще не сплясал будем надеяться но я хочу в общем то тоже не очень долго занять ваше внимание остановиться на нескольких концептуальных так сказать вопросах и реальных вопросах значит три вопроса хотела вам сказать значит первый вопрос это в общем то очень важный его можно назвать именно концептуальный фундаментальный момент нового проекта хотя батюшка так поскромничался полковником назвал еще это недействующим и так далее но дело в том что на самом деле если кто-то знает я не в курсе хотя я там уже 30 лет в интернет в проектах и так далее чтобы лидер такой духовный интеллектуальный признанный вот выступал с таким проектом то есть вот этого не было в общем то у нас есть официальные там проекты это и патриархии и так далее и так далее а вот что по собственной инициативе затевать такое громадное нужное дело это в общем то именно концептуальный прорыв будет батюшку это батюшку все время сподвигали заняться политической деятельностью но он пошел другим путем в общем то и это правильно поэтому вот этот аспект должны мы все сами оценить его собственно говоря я не подхалимничаю я просто говорю это действительно духовный подвиг потому что вот авторитета такого духовного в России в мире ну давайте перечислим по пальцам у меня там одной руки хватит подхалимничайте пожалуйста но тем не менее я думаю у меня прививка так я людям объясняю что у вас прививка они все-таки должны знать как это дело обстоит вот поэтому этот проект очень достаточно серьезно именно вот в этом плане в духовном плане что выходим на новый уровень вот нашей борьбы вот это вот первый момент на который хотел остановить ваше внимание и дальше я хотел сказать несколько буквально это будут эскизные такие замечания по поводу того как планируется воплощать вот это о чем я мечтаю помните да это знаменитый Мартин Лютер Кирк выдвинул о чем я мечтаю вот у нас сейчас о чем мы мечтаем тоже такой проект начинается и некоторые конкретные вопросы что мы можем делать что мы хотим сделать в ближайшее время ну значит несколько значит теперь слов вот этих по этим двум оставшимся вопросам мы действительно планируем вот так вот делать не один какой-то большой мегапортал мегасайт а именно как бы вот соцветия созвездия звезда где в центре у нас будет стоять блок все-таки останется и батюшка как духовный наш лидер и будут сделаны реальные какие-то там сайты какие-то там службы которые будут взаимодействовать тем более тем более что у нас есть уже некоторые вот такие кандидаты на включение вот в это наше созвездие у нас я не знаю все ли зарегистрировались но есть было уже когда вот на переписку вступали несколько людей которые организовали вот эти сайты по выборам там по голосованиям то есть у нас есть и другие сайты там еще вот будет выступать Алексей Комов у него тоже есть часть таких сайтов которые тоже можно рассматривать как сюда входящие но тем не менее некоторые вещи у нас будут все-таки достаточно понятно нам что мы будем делать с точки зрения структуры у нас будут несколько сайтов вот батюшка долго от этого открещивался и даже публично сказал что вы ребята это было в Кусомольской правде когда его обвинили что он хочет создавать какие-то черные списки он не хотел тогда создавать черные списки это я вот подтверждаю но сейчас время пришло уже то есть мы будем создавать базу данных по ну я так и условно значит база данных по нет другому российской семьи ну сегодня уже прозвучали две фамилии вполне возможно что они туда и войдут дальше сайт будет у нас который чтобы нам было понятно что у нас в стране происходит который будет осуществлять мониторинг общественного мнения вот туда как раз вот эти сайты по голосованию могут войти там в каком-то виде рассылки писем и шаблон потому что батюшка сказал что это неэффективно но это скажем менее эффективно но некоторые вот вещи они просто заметны и скажем на них даже СМИ там наши такие враждебные как батюшка говорит русскому народу откликаются вынуждены бывают откликаться поэтому будет вот такой вот сайт по мониторингу потом будет у нас еще вот мы планируем сайт такого прямого правового действия вот анализ готовящихся уже существующих законов указ инициатив там официальных чтобы мы их могли проанализировать и нам бы объяснили юристы грамотные люди что все-таки это значит потому что когда мы читаем там все замечательно почему там кто-то против этого выступает в общем непонятно какие-то возникают кстати у нас сегодня будет выступление по поводу этого указа последнего детского вот дальше еще все-таки нам тоже вот интересно создать базу данных по депутатам то есть вот то что батюшка говорил что там есть там депутаты таких регионов чтобы знать кто как голосует чтобы вот те люди которые будут на конкретных в конкретных регионах работать зачастую многие не знают кто там работает они могли обращаться к депутатам вот спрашивайте вот что вы так себя ведете там почему наше мнение не учитывайте ну дает нам эту псевдо демократию ну будем использовать хотя бы то что она дает хотя это конечно не наша система дальше еще все таки у нас будут конечно и акции на земле то есть эти пикеты будем снимать и на видео и в youtube выкладывать и фотографии и так далее и так далее потому что бывают оперативные события на которые надо оперативно отозваться и опять же у нас тоже вот женщина написала говорит если вы там будете ничего не делать я вот сейчас пойду и стану в пикет непонятно с чем но готовы стать есть такая потребность ну вот это так вот большими мазками то что мы хотим сделать ну сами понимаете что это не день не два не месяц не три но перспективу так кроме того мы же будем сейчас еще вот следующий этап я как раз к третьему вопросу перехожу вот эти все вещи которые у нас пока так чисто умозрительно и в голове пытаться обсудить со специалистами нашими блогерами в том числе почему мы еще собрали потому что с одной стороны мы хотели посмотреть что же у нас получится может быть у нас все действительно ребята виртуальные они там такие активные так всех мочат всех там это пожалуйста все объяснят вам а когда доходят до реального дела уже возникает проблема оказалось что нет что у нас есть вполне много нормальных людей которые заинтересованы которые хотят поддержать которые хотят участвовать в разном виде причем иногда даже там нам писали просили написать чем вы там готовы помочь ну там я готов помочь не знаю что печи умеют складывать но печи мы не будем складывать мы скажем кто нам на первом этапе надо вот и с другой стороны мы вас пригласили для того чтобы вы посмотрели что это в общем то дело действительно реально серьезное это тоже батюшка это не виртуальный персонаж мультимедийная а реально батюшка из плоти и крови у которого у которого есть свое видение этого всего дела и который готов его если не в организационном плане как чисто а в духовном плане возглавить поэтому как бы такой у нас был смотр и нас и вас по моему в общем то по моим сейчас прикидкам он удался батюшка не подкачал вы тоже не подкачали 500 человек приехал зарегистрировался я думаю будет 350 так что я ошибся а вот поэтому я сейчас что хотел попросить я уже в принципе все более-менее так сказал я хотел сказать вот еще о чем что я вот здесь вот такие анкетки у нас есть ну вы посмотрели немножко поняли я хотел сказать чтобы кто все-таки решил остаться в этой авантюре да записали свои данные я скажу именно кто нам нужен вот будет на первом этапе чтобы начать вдвинуть вот этот поезд немножко его продвинуть прям я потом вот здесь вот положу эти анкетки там ручки будут и эти уже люди будут так сказать как бы наш актив потому что у нас была цель если 500 человек 50 отберем то это уже для нас будет хорошо то есть с этим уже можно начинать так сказать это блокпосты ставить окопы рыть значит послушайте пожалуйста значит менеджеры проекта юристы адвокаты дизайнеры художники журналисты сценаристы телевизионщики я тут называю но я не с потолка беру я беру реально из ваших писем кто вот реально свои профессии назвал и ну вот если они готовы дальше с нами идти то мы уже дальше пойдем мультипликаторы политологи операторы фотографы люди обладающие возможностями выхода на контакт с ластями всех уровней это смешно звучит как анекдот да как анекдот но это я предложил да дело в том что потому что у нас сразу был опыт обратилась к нам человек который имеет выход на Валентин Ивана Матвенко и уже что готов устроить нам с ней рандеву вот но я так сказать как-то не думаю что что-то оно может дать но тем не менее это мы такие возможности тоже не сбрасываем со счетов в общем мне тоже по роду своей деятельности приходится все время общаться и с министрами вот разных главных ведомств вот и в отдельных случаях это бывает полезно мы этим совсем не гнушаемся так что кто знает Владимир Владимирович высшее руководство мы не презираем давайте ваши данные да вот ну и заключение конечно нас интересуют непосредственные люди которые могут оказать какое-то нам содействие сами либо так называемые я сейчас слово вам это скажу потом его переведу фандрайзинг то есть люди занимающиеся фандрайзингом это значит деятельность по сбору средств формированию различных финансов денежных фондов в частности для благотворительных либо образовательных целей то есть уже есть такая специальность собирать деньги на хорошее дело ну даже с хорошего дела нужно взять хороший куш все правильно вот это вот что касается того же кого мы попросим повторно провести регистрацию дело в том что мы сначала хотели вообще всех зарегистрировать вот наших но потом поняли что это ну будет просто не очень эффективно а именно вот мы сформируем метро а дальше уже будем разрастаться ну и соответственно конечно нам еще интересно чтобы у нас вот у нас есть один человек написал я там вот из Ижевска я вот приеду и готов взять кусок работы и действовать а он руководитель какой-то там фирмы поэтому у него значит есть какие-то возможности нас тоже такие интересуют люди которые готовы на местах вот делать вот эти все вещи тем более что сейчас батюшка еще обозначил это вот сделать такие все ячейки а вот следующее вот какой-то такой реперзу точку мы планируем где-то это в начале сентября это связано с чем ну во-первых не все сразу делается во-вторых нам надо технически как бы подготовиться к этому вопросу потому что те технические средства которые у нас есть нам вероятно не хватит нам надо будет собрать средства на расширение вот этих всех технических средств но так как люди у нас там обычно активные вот этот полтора-два месяца они воспринят как лично трагедию что вроде бы приехали сюда чтобы взять плакаты и пойти там на красную площадь а тут их что-то там говорят только мы хотим попросить кто это сможет заняться созданием контента который нам безусловно пригодится и кстати тоже от вас были уже такие именно во время сбора заявок люди присылали там проекты листовок там еще чего-то поэтому мы попросим наших художников мы объявим на блоге сделаем такие сообщения какие-то вот такие небольшие подпроекты это как раньше говорили тур карикатур темы там известные там ювеналка там еще чего-то это потом видеоролики тоже объявим значит что мы хотим потом это выставим потом подведем итоги потом какой-нибудь калоши наградим нет пирожками мы будем награждать батюшку теперь вот то есть вот эти вещи можно будет делать мультфильмы можно будет у нас оказалось что у нас несколько человек реально делаются какие-то мультфильмы то есть согласовать только сценарий надо и мы тогда их будем продвигать и через блог там и через там youtube ну всеми доступными нами средствами то есть это вот те конкретные вещи которые мы опубликуем в ближайшее время и к которым можно будет подключиться ну вот это наверное все что я хотел сказать вот сейчас потом если будут вопросы там потом по честному так что я небольшое объявление кому трудно духоту переносить ну естественно нас много зал хоть и высокий можно выйти на улицу туда проведя трансляции там все слышно да да перед входом там по здоровью тяжеловато то милости просим можно сейчас до следующего наступающего вот а это будет никто иной как портерей Андрей Спиридонов я надеюсь вы слушали уже наше радио это как раз еще один сайт который уже входит в наше созвездие он как раз и создатель этой радиостанции которая вещает и на средних волнах и на нашем блоге и и уже несколько лет это средняя волна это в рамках той чистоты на которой УКВ сейчас УКВ да а теперь еще короткие то есть это УКВ на УКВ это Радонеж на частоте УКВ и в интернете сейчас уважаемые братья и сестры всечестные отцы я помимо такой конкретной информации о нашем радио хотел бы высказать некоторые общие замечания которыми которыми которые у меня появились в процессе непосредственного участия в такой информационной деятельности современной мне представляется что мы живем в такое особенное время Господь судил нам в это время совершать и осуществлять свое земное поприще христианское и это время оно может быть чем то сопоставимо с еще апостольскими временами когда только начинала возглашаться евангельская проповедь в чем здесь уместно усмотреть определенную аналогию вот Римская империя она тоже была таким ну глобальным проектом как в наше время выразились языческим имперским но она в своих границах когда Христос воскрес и апостолы стали проповедовать силою великую о воскресении Христовом она в общем то включала в себя весь тогдашний цивилизованный мир за исключением некоторых периферийных таких цивилизаций как Китай Япония ну в принципе в общем то за исключением еще каких то областей варварских как в то время выразились бы Рим Рим Римская империя была таким в коммуникационном плане единым пространством и Израиль и Иудея и Апалестина в том числе и наверное это не случайно все было так поэтому апостолы их ближайшие ученики когда шли с проповедью в границах Римской империи они пользовались вот этим неким единым коммуникационным пространством были хорошие дороги и вообще это была среда достаточно по-своему культурной и в определенной степени она была даже можно сказать что и безопасной ну относительно конечно один из историков заметил что до того как Рим первый был сокрушен и не настала та эпоха которая уже называется потом средними веками когда Рим завоевывал те или иные области вплоть до Британии там когда они уже как-то цивилизовались строились виллы а в средневековье строились уже замки по вполне понятным причинам потому что было от кого и от чего обороняться ограждаться рвами и высокими стенами и вот тоже как замечают историки некого такого уровня единства такого европейского может некого уровня даже безопасности комфорта определенного европейская цивилизация потом достигает только к девятнадцатому веку в двадцатом мы видим что все это обрушивается в революции и войны потрясения но вот мы сейчас живем уже в двадцать первом веке в тот момент когда по слову одного западного писателя социолога элвина тоффлера наступило время такой мобильности и повсеместности то есть те возможности которые неожиданно стали нам давать интернет и другие современные технические средства еще несколько десятилетий назад человечество не располагало такими возможностями и вот грех нам христианам и церкви не воспользоваться ими и собственно говоря мы ими уже пользуемся и то что можно называть христианской миссией уже осуществляются и в интернете в том числе другое дело что это рождает различные проблемы и проблем здесь много и можно говорить об этом достаточно долго у нас на это не будет времени но можно я затрону но пару проблем которые мне представляются актуальными во первых очень хорошо что вот сам интернет интернет пространство это единое информационное пространство оно позволяет нам сформулировать те вот проблемы которые мы видим обозначили на нашем сегодняшнем собрании и находить конкретные способы действия реализации противодействия тому зву которое наступает выступает выступает против семьи выступает против традиционных христианских ценностей выступает чисто с материалистических таких позиций и даже порой и сатанинских и это зло тоже пользуется этим единым пространством информационным пользуется успешно поэтому нам нельзя не пользоваться в ответ не только в плане положительном как миссия но и вот как контр действия как противодействие этому зву и здесь здесь ну мы должны осознавать ту ответственность которую мы перед богом миссию и с одной стороны мы не должны бояться этой ответственности то есть действительно мы не должны бояться пользоваться вот этими средствами и выступать как христиане и в общем с дерзновением это учиться делать потому что апостолы они не боялись пользоваться теми средствами которые были тогда более традиционными дорогами в афинском ариапаге выступать обращаться к сильным мира сего вот то есть апостолы они не замкнулись в своем мирке чисто иерусалимской общины так сказать чисто иудейской вот они быстро после первого вот этого собора иерусалимского где были приняты решения что к язычникам надо обращаться с проповедью и трепованием которые исключают уже закон Моисеев и это было важнейшей такой вехой что проповедь и миссия она обращается ко всем народам ко всему миру с истиной прежде всего именно возвещение воскресения Христова а потом уже апостолы они пользовались теми средствами и коммуникационными можно сказать которые были так и мы должны не бояться при этом в наше время можно сказать ну часто такое озвучивается понимание что вот ну мы не апостолы мы люди немощные мы вообще-то как христиане никуда не годны но это неправда в этом месте своя неправда потому что дело не в том что мы там не апостолы как таковые у них была своя задача но они тоже были ученики Христовы их подвиг там труд был беспримерен наша задача скромнее но на каждой на своем уровне мы должны быть тоже учиться учениками Христовыми быть и не бояться вот эту ответственность на себя брать в том числе вот в этом общем коммуникационном пространстве но здесь мне представляется важен еще следующий момент тут надо еще не забывать нам о том что церковь она все-таки в своей основе это не виртуальное пространство церковь Христова как богочеловеческий организм это вполне реальное богочеловеческое пространство жизни начало жизни уже вечно и ну вот есть можно заметить в интернете иногда такой перекос что современный христианин который активно пользуется интернет пространством он все силы в это вкладывает иногда даже можно так и на исповедях услышать что вот я у меня времени нет просто вот даже там причаститься исповедаться я это редко делаю потому что у меня все силы захватывает вот это вот моя внешняя в том числе вот в интернете там просиживаю часами и так далее и вот этого перекоса надо все-таки стараться нам как христианам избегать то есть мы действительно являемся богочеловеческой силой только тогда когда наша жизнь евхаристично то есть каждый на своем месте в своем церковном собрании в тех городах областях странах в том приходе куда мы вхожем мы должны не забывать что мы едины мы причащаемся все от одной чаши христовой и должны этого не забывать черпать этот источник силы и помощи божьей чтобы потом его эту силу использовать и для тех или иных действий и миссий вот и в интернет пространстве и следующая мне кажется важная проблема это надо учиться профессионально уметь профессионально работать я думаю здесь и так многие профессионалы собрались но наша деятельность миссионерская церковная на благо семьи она должна быть сугубо профессиональной все-таки основываться именно на профессиональном умении приобретении профессиональных навыков это важно можно такой пример привести например современную издательской деятельности она отчасти еще часто в кризисе испытывать такие кризисные явления потому что интернет пространство оно как бы отнимает традиционного издательства уже и читатели и возможность тиражей распространения но вот такой вот свободный доступ в интернет пространство он Он оказался характерен тем, что, допустим, есть стандарты определенные в той же редакционной деятельности, в работе над текстом. Они в том же интернет-пространстве оказываются более размыты. То есть даже издатели, например, к примеру, жалуются, что утрачивается традиция редакторской работы, корректорской работы, потому что при более свободной возможности публикации тех же текстов уже требования не снижаются. Но это я к примеру просто привожу. И в нравственном, и в профессиональном отношении мы должны учиться быть настоящими и бойцами, и учениками христовыми, и профессионалами, каждый на своем месте. И обладать определенной, в том числе, и нравственной выдержкой, потому что, к сожалению, тоже одна из проблем современных блогов, коммуникаций, средств в интернете, это то, что порой или сталкиваешься с такими стихиями злоба и критики, А иногда из тех, кто считает себя христианами, тоже порой страсти проявляются, и иногда какие-то, как это, выражаясь современным языком, неадекват определенный. Вот мы должны учиться это все в себе с Божьей помощью регулировать, оставаясь, стараясь учиться быть церковью и вот в этом современном коммуникационном пространстве тоже. А то, что на это есть воля Божия, безусловно, этому свидетельство, то, что мы здесь собрались, и то, что отец Дмитрий такую инициативу проявил, потому что, безусловно, во всем этом чувствуется, что есть и потребность, и помощь Божья, и воля Божья. Это вот такие общие замечания. А так, вот наш проект, которым я руковожу, радио Благовещение, он уже существует восьмой год, и сейчас мы активно тоже онлайн-вещание осуществляем, круглосуточное. Хотя в этом круглосуточном онлайн-вещании шесть часов только сам оригинальный блог, он четыре раза повторяется, но это тоже не так мало. Потому что мы все-таки в основном стараемся делать оригинальные радио материалы, по возможности, более-менее профессионально. Если у вас будут какие-то на эту тему вопросы, пожелания или желание какую-то тему осветить, или какого-то сотрудничества, там на нашем сайте, на него ссылка есть в мультиблоге, ну или адрес можно прямо набрать, радиоблаговещение.ру. Можно даже в адресной строке на русском по-русски набрать, потому что есть и русское доменное имя, радиоблаговещение.ру. Там есть рубрика «Контакты», там есть ссылка на адрес электронной почты. Поэтому вот что касается чисто радийного возможности, вот какого-то радийного освещения нашей деятельности, можете предложения какие-то или вопросы присылать на эту почту. Спасибо за внимание. Ну как, еще живы? У нас еще есть последнее из таких заранее приготовленных сообщений. Это Алексей Комов, представитель Всемирного конгресса семей в России. Он дважды участвовал в нашем блоге, поэтому вы должны его знать. И вот с его помощью создан такой аналитический центр «Семейная политика Российской Федерации». И также он председатель Президиум Фонда поддержки семьи и демографии Ваим Петра и Февронии. Пожалуйста, Алексей. Спасибо большое, когда благословите. Большая честь и радость приветствовать вас всех, дорогой отдельный дивизион. Действительно очень мощно, 500 человек со всей страны. И под таким духовным руководством отца Дмитрия я надеюсь, что с Божьей помощью действительно нам удастся существенные изменения внести. Потому что, как свидетельствует история, даже небольшая группа целеустремленных людей может изменить мир. И таких примеров много, если будет на то более Божьим. Я хотел сказать, что мы, помимо того, что отец Дмитрий сказал, семейная политика.рф, это на русском языке прям сайт www.семейнаяполитика.рф. Мы как раз вдохновившись идеями отца Дмитрия, некоторое время назад создали это такой аналитический центр. И уже буквально за первый месяц достигли определенных успехов. То есть мы три раза выступали в общественной палате по вот этим слушаниям законов об опеке и так далее. Вот этот цикл законов, которые сейчас о соцпатронате и так далее. И к нашему мнению, хотя и не хотели прислушиваться, и всякие технические трюки применяются, там слово плохо дают, но если уж дали, то и мы материалы свои раздали, вынуждены считаться. Поэтому нужно действовать, наверное, на всех направлениях. И такая аналитическая работа в органах власти. Вот в Государственной Думе мы выступали, встречались там с Мизулиной, с Мироновым и так далее. Передавали наши материалы и Зюганову, и Жириновскому, и всем, так сказать, партиям и фракциям. Вы знаете, там есть некоторые группы тоже среди депутатов христианских ценностей, которые сейчас сформированы и так далее. То есть это тоже важное направление. И я также, опять-таки, поскольку отец Дмитрий, отец Максим Обухов уже 20 лет поддерживали контакты с мировым движением, защиту жизни и семьи, вот последние несколько лет, так сказать, эти контакты развивал. И вот в частности на прошлой неделе я был в Риме, например, на конференции ОБСЕ по гонениям против христиан. То есть ОБСЕ даже понимает, вынуждена признать, что христианство, это христиане, это самая гонимая группа в Европе сейчас. Потому что, как вы знаете, распятие нельзя, так сказать, вешать во многих странах крест нательный, это считается неполиткорректным и так далее. И мне вот сообщили коллеги, что буквально на днях прошел первый детский гей-парад в Норвегии. Батюшка, как вам нравится? Детский гей-парад в Норвегии, вот, недавно прошел, уже дети тоже ходят в гей-парад, вот, фотографии уже есть, так что процесс он идет. Вот, но радостная здесь есть новость в том, что Запад, он не монолитный, то есть это не монолитное зло, как часто можно с наших российских, так скажем, перспектив на это посмотреть. Там есть достаточно мощное движение в защиту жизни семьи, то бишь христианских ценностей, да, поскольку открыто говорить про христианские ценности в современном мире часто бывает не очень эффективно, например, в ООН, да, то используется семейная политика, поскольку семья это такой важнейший ключевой институт, который используют, так сказать, люди, которые хотят произвести социальную революцию, так сказать, для того, чтобы разрушить вот остатки того образа Божия, который есть в человеке. Вот, и, как вы знаете, наверное, в ООН последние лет 20 особенно очень сильным влиянием пользуются силы, которые исповедуют идеи радикального феминизма, радикального, так скажем, идеи радикальных прав человека, которые, прикрываясь правами человека, политкорректностью, толерантностью, реально происходит атака на христианство, то есть на христианские ценности. Нельзя уже поздравлять с Рождеством в Америке, на Западе это считается неполиткорректно, вот, и так далее. Вот, и мы с этими людьми поддерживаем контакты, и, кстати, вот здесь звучал, Сеод Рюлькович говорил про Мартина Лютера Кинга, который в 60-е годы говорил, что у меня есть мечта. Вот его племянница, доктор Альведа Кинг, она вот один из активистов тоже движения в защиту жизни семьи, мы вот с батюшкой, с отцом Дмитрием были в прошлом месяце в Мадриде на Всемирном конгрессе семьи, и там она тоже один из активистов. Так скажем, докладчиков, и говорит, что если бы Мартин Лютер Кинг был бы жив сейчас, он бы был одним из нас, то есть он бы отставил вот эти ценности, потому что именно вот по семейным ценностям происходит основная атака в мире сейчас. То есть это является основным острием вообще, так скажем, такого нерва мировой истории в 21 веке. То есть все остальные проблемы, они отошли на второй план, а вот это вот противостояние, грубо говоря, между силами просемейными, антисемейными, либерально-прогрессивными и христианскими религиозными ценностями, это является основной такой нитью борьбы. Вот. И у нас есть, так сказать, за границей много людей, есть конгрессмены, которые являются сторонниками семейных ценностей. Вот конгрессмен от Нью-Джерси, например, он очень хорошо относится к России. Бывал здесь вот в этом здании, в православном просвещенском центре несколько лет назад такой Крис Смит, я с ним встречался в феврале, он полностью вообще, так сказать, наш единомышленник в вопросах семьи. Также вот на прошлой неделе четыре члена Европарламента, комиссии специализированные, все тоже сторонники семейных ценностей. Так что есть тоже во всем мире люди, которые пытаются сопротивляться. То есть у нас есть единомышленники, просто чтобы мы это знали. Но, однако, тенденции очень тревожные. И вот, например, здесь был вопрос, вот батюшка поднимал вопрос о том, что финансирование, то, что проплачен был последний закон, просто для сведения, только в Соединенных Штатах 300 миллиардов долларов в год, это бюджет вот этих всех чаритис-фондов, частных пожертвований, пожертвований корпораций и так далее. 300 миллиардов долларов, это огромная сумма. И около 90% идет на вот либеральные, на продвижение либеральных ценностей, да. И только 10% это такие, так скажем, консервативные или околохристианские какие-то идеи. Но, несмотря на это, деньги это не все, и очень много зависит от нанесения истины, от работы с сознанием, как батюшка говорил, это огромное значение, особенно век интернета приобретает. У нас есть для этого все возможности. Вот. И опыт показывает, что можно ситуацию очень сильно влиять, если грамотно себя организовать и, так скажем, точечно и очень правильно направлять нашу энергию, можно достигать успехов больших. Вот. Ну, если кому-то интересно про, так скажем, идеологические истоки, более глубокие антисемейные вот это мировоззрение, культурного марксизма, как он, сделав у нас революцию в 17-м году, потом мигрировал через франкфуртскую школу и так далее, слившись с фраидизмом, породил концепцию сексуальной революции в 60-х годах наркотической, радикального феминизма и так далее, то можно посмотреть нашу беседу с батюшкой, я не буду сейчас подробно про это говорить в блоге и так далее. Вот. Так что я хотел сказать, что в созвездии организации, которые действуют вот на нашем таком фронте, под духовным руководством отца Дмитрия, вот наша семейная политика.рф, будь услышан.рф, worldcongress.ru, то есть Всемирный конгресс семей, представителем которого я являюсь в России, мы как бы вот, собственно, вдохновляемся от отца Дмитрия и можно рассматривать нас как часть вот нашей такой сети организаций и надеемся, что дополнительный импульс от всех вас получим и с Божьей помощью добьемся успеха. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Доровый.